Это Денис Горин. Денис дважды судим за убийство четырех человек. Двух своих жертв он съел. В последний раз его приговорили к 22 годам тюрьмы особого режима. Отсидев пять лет, Денис поехал воевать в Украину. Сейчас он в больнице после ранения, но уже помилован лично Владимиром Путиным. И как вылечиться, будет абсолютно свободен. Я бы не хотела, чтобы боец Чивака Лагна проводил бы урок мужества у моих детей. А также я действительно боялась за своего старшего, особенно ребенка, который не очень умеет держать свое мнение при себе. Ну и главное не считает это нужно. Как уберечь детям и родителям кого-то от пропаганды? Ну какая у тебя семья, таким у тебя и будет ребенок. Это не очень важно, что там в школе, что там в мужском и женском. Вопрос семьи. Да я правда не знаю, как они думают, когда делают эти пропагандистские ролики. Если ты начинаешь войну, которую ты пытаешься выдать за освободительную, при этом не имеешь даже мужества назвать ее войной и выдумываешь какие-то эмфемизмы от спецоперации до хлопка, то пропаганду строить как-то сложно. Можно, видимо, только героически погибнуть. На фото в судебном аквариуме житель Уфы по имени Флорид. Ровно год назад суд приговорил его к 16 годам строгого режима за убийство с особой жестокостью. Флорид на глазах у дочери облил свою жену бензином и поджег. Женщина скончалась в больнице. Спустя полгода соседи увидели пьяного Флорида в его доме. Как оказалось, он побывал на войне в Украине и его помиловали. Из 16 лет он отсидел несколько месяцев. Сейчас Флорид добивается восстановления родительских прав и против воли дочери планирует забрать ее у бабушки. Как вообще можно убийце, жестокому убийце дать в руки оружие? Под эгидой чего он идет воевать? Скажите мне, пожалуйста, Россию защищать? Это мразь. Это человек, вернее, даже не человек, который, вы думаете, он исправился, а думался, да нет же, нет же. То есть у него единственная цель – вылезти на свободу любыми правдами и неправдами. Хорошо, вылезет он на свободу. Дальше какие его действия? Рвать, кромсать, насиловать, убивать. Девиз российской армии – мы воюем с сатанистами. Но есть нюансы. Герои возвращаются в родную гавань. Педофилы, каннибалы и маньяки готовятся идти к российским детишкам и учить их, как надо родину любить. Путина подобные. Зомби-апокалипсис на России уже сегодня. Я Наталья Власова. Не сегодня. Людоедский режим Путина наконец-то перестал стесняться и начал миловать каннибалов и различного рода маньяков. Педофил Артем Решетников, сатанист Николай Аглобляк и любитель человеченки Денис Горин – это теперь благополучные граждане, кандидаты на проведение открытых уроков в школе, ориентиры патриотизма и хранители традиционных ценностей. Как вы уже догадались, все эти прекрасные люди, как бешеные животные, были спущены на украинцев. Да, тех самых, которые проживают якобы на исконно русских землях и требуют освобождения от киевского режима. Ведь никто из обозначенных героев не дошел ни до какого Киева, ни до какого Львова или Ивана Франковска. Если бы у путинского электората гипоталамус не был поврежден путем телеизлучений программ Соловьева, то он бы дал сигнал. А как так получилось, что физически больше всех от снарядов русской армии пострадали те русскоязычные православные и, в общем-то, самые лояльные жители Украины, которых якобы надо было спасать? Почему на них спустили всех недоносков из тюрем? Но теперь справедливость хоть в какой-то мере восторжествовала. Сатанисты и любители расчлененки вернулись домой, на свою родину. И если их в госпиталях не прикончат родственники жертв, а ведь преступления героями были совершены не так давно и все все помнят, то ждем этих ветеранов СВО в подъездах и лесопосадках. Вернее, русские пусть ждут. И когда ножичком вот такой, как оглобляк, тыкнет, обязательно надо сказать «Слава России!» и поблагодарить за освобождение Донбасса. Кстати, а будет ли считаться дискредитацией армии РФ утверждение, что в ее рядах воюют каннибалы, педофилы и серийные маньяки? Ах, о чем это я? Плакат «Мы за мир» стики в супермаркете с призывами остановить войну и даже надпись на заборе храма «Не убей»? Вот что, по мнению путинского режима, является самым большим оскорблением и угрозой. Поэтому художница Саша Скочеленко пойдет в лагеря на 7 лет. А вот сахалинский каннибал Денис Горин, который убил и съел несколько человек, отправится на доску почета и в санаторий Минобороны для реабилитации. За первые 6 месяцев текущего года в России за распространение фейков об армии осудили 21 человека, 8 из которых приговорили к реальному лишению свободы, трое получили условное наказание, еще 10 – штраф. Это несовершеннолетние пенсионеры, студенты и представители интеллигенции. 25 лет строгого режима для Владимира Карамурзы – это норма. А вот сатанисту-оглобляку, чья секта истерзала четырех подростков, поедая иногда несвежие трупы, слабая почет. Смотрите, не перепутайте. Узкие небратья. Где у вас враг, а где герой? А мы поддерживаем нашу армию и хотим, чтобы Путина подобные зомби навсегда исчезли с нашей земли. По одному году за каждый антивоенный стикер. На России 7 лет дали художнице-пацифистке Саше Скочеленко. Боевые береты Путина – пути передачи мозгового слизня. Пробники бункерного перенесли дату рождения Лермонтова. Деда заглючила псевдоимперской шизой. На России 7 лет тюрьмы получила художница Саша Скочеленко. Она рисовала антивоенные стикеры в супермаркете. Она заменила ценники в магазине на наклейки с информацией о количестве жертв войны в Украине и призывами остановить ее. Около полутора лет художница провела в СИЗО. При том, что девушка имеет ряд хронических заболеваний и ей требуется особое питание. После приговора почти 100 врачей написали открытое письмо Путину и потребовали освободить художницу. Ведь она физически может не выдержать 7 лет в колонии. Пока диктатор молчит. Но вот судья Оксана Демяшева, которая вынесла приговор с Кочеленко, уже на следующий день была рекомендована квалификационной городской коллегии судей на должность заместителя председателя Калининского районного суда Петербурга. Именно в эту коллегию ранее направлялись жалобы на саму Демяшеву. А вот кадры из зала суда после оглашения приговора. Саша, если он не умер, то скоро умрет. Стены рухнут. Кстати, о кремлевском Каще. На днях газета САН опубликовала очередное расследование. С помощью искусственного интеллекта сравнивали черты лица Путина с разных мероприятий. Как решила нейросеть, есть как минимум три Путиных. Конечно, газета САН – это таблоид. Но, тем не менее, даже люди, далекие от изучения теории заговоров, видят, как меняется бункерный из раза в раз. И вот будет удивительно, если окажется, что ядерно державой с населением почти в 140 миллионов почти четверть века правила группа дедов, хранящих дерьмо в чемоданах и верящих в то, что Ленин создал Украину. А еще постоянно выдающих шедевры про резиновые жопы и поражающие рассказами про альтернативную историю. Так, например, какой-то пробник Путина на днях заявил, что Лермонтов написал Бородино прямо в тот самый момент, когда битва и произошла. Ну, если что, то Лермонтова даже в утробе матери не было, когда происходили те события. Люди моего поколения, они разбуди, мне кажется, любого человека. Скажи-ка, дядя ведь не даром Москва спаленная пожаром и так далее. Каждый помнит, каждый знает. Это вот в такие переломные моменты истории рождаются выдающиеся произведения искусства. Впрочем, расчеловечивание и дебилизация населения, которую активно проводят кремлевские пропагандисты, позволяет коллективному бункерному и дальше нести псевдоимперский бред. Кстати, если подтвердится тема копии старика Кабаева, отряды Путина только обрадуются, что их кумира потроила. Да, старость на России не всегда приходит с мудростью, но часто с нищетой и даже этот факт не приводит в чувство одурманенных скобеевщиной. Донос на художницу Сашу Скочеленко написала пенсионерка Галина Баранова, которая, обнаружив стикер, не поленилась и обратилась к охраннику, а затем к кассиру магазина. Но они не проявили интереса к происшествию. Возмущенная бабка забрала листики с собой, помчалась в полицию и добилась своего. Теперь становится понятно, почему пожилые боевые береты Путина так легко ведутся на телефонный развод и бегут поджигать военкоматы и РОВД. Желание послужить товарищу майору из ФСБ преобладает над здравым смыслом. Как тут не вспомнить про миллионы доносов, которые при Сталине обычные граждане писали друг на друга. И да, в современной России антивоенный плакат – это 7 лет. А отрезать голову своей девушке, как это сделал Вячеслав Самойлов, – это 2 года. А затем 6 месяцев СВО и помилование. На свободу проводить уроки патриотического воспитания. Как это сделал житель Саратовской области Дмитрий Кирюхин. А после уроков герой СВО избил до полусмерти своих соседей. Интересно, а Галина Баранова, написавшая донос на художницу, рискнула бы выйти на улицу и вызвать полицию к разбушевавшемуся герою. Ведь как раз тут налицо дискредитация вооруженных сил Росфедерации. А мы очень хотим, чтобы эти самые силы покинули территорию нашей страны. Кто по добру, а кто не захочет в пакете. И пусть на России будет френдли фаер между этими героями и полуумными бабками в беретах. Как говорится, болеем за обе команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова